здравствуйте в этом видео я хочу рассказать и показать вам покупки которые были совершены последнее время в октябре месяце они небольшие но уже успела я кое чем воспользоваться какими то нет и уже какое то есть у меня мнение начать я хочу с трех лаков которые я купила у меня уже были лаки из серии roya один вот для примера я покажу вот такой вот очень бюджетные дешевые лаки стоят они вот такой вот 17 рублей те которые я купила 38 рублей то есть не все стоят дешево у нас они в магазине спокойно продаются можно подойти посмотреть как они выглядят вот такие лаки у меня были вот блестки мне понравились обычные лаки мне црапали ногтевую пластину и поэтому мне они не очень понравились я такие маленькие больше по 5 миллилитров брать не буду другие кроме блесток решила попробовать эти лаки сейчас покажу как раз один у меня на ногтях вот такой вот для примера такой зелено-мятный цвет это у меня номер здесь он написан сейчас скажу 18 лак хорошо наносится сейчас покажу вот крышечка отдельно здесь выкручивается кисточку него очень удобно кают как сама обычная кисточка хорошо и наносить удобно легко и по поводу самого лака вот эти лаки у меня других оттенков продержались три дня я их стерла уже потому что надоели думаю 4 бы продержались без всяких сколов ровный равномерный цвет не полосят они мне понравился вот этот вот оттенок тоже сейчас у меня на ногтях также вот с этим с этими вот блестками на безымянном пальце которую я показала до этого хотела я как раз под ним под него и покупала чтобы зеленый зеленым сочетались но немножко чуть-чуть они пузырятся вот мне не очень понравилось что немного пузырится но в принципе и стойкий лак и хорошие дешевые у меня три лака вышло 115 где-то или 116 рублей то есть это как один из за иван вот такой оттенок по свойствам они все одинаковые сейчас я вам покажу нанесла его на бумажку вот следующий оттенок вот такой вот розовый это номер если не все идут 14 миллилитров это номер девятнадцатый такой молочно-розовый глянцевый все они идут все три я купила без блесток хорошо смотрится нежно красиво даже не так ярко потому что бумажка все-таки белая ногтях у не такой яркий и вот такой вот я их вместе носила три дня эти лаки так это такой лавандовый цвет сиреневый номер 13 13 таки три лака так следующее что я покажу то чем я очень довольна это вот такой вот блеск для губ нинель ультра шайн розовый с мельчайшими множеством блесток хорошо разглаживает губы не имеет привкус имеет приятный сладковатый аромат также у него аппликатор это кисточка в нем 6 миллилитров очень красиво смотрится подойдет для дневного и для вечернего макияжа так он выглядит час я нанесу его в два слоя вообще шикарно лежит просто замечательно разглаживает губы очень понравился стоил он 160 рублей как-нибудь наверное буду себе повторять такой блеск так он замечательно переливается очень красивый также вот это вот крышечку можно как зеркало использовать и номер у меня это 228 блеск заявлено придает губам яркость и насыщенное мерцание на самом деле это так он и смотрится как влажные губы то есть эффект влажных губ и также блестки которые совсем не мешают и не чувствуются приятный конечно немножко липкий он чуть-чуть волосы на нем как бы если волосы попадут на губы отпечататься могут у меня было такое на щеке но в принципе держится неплохо конечно без перекусов если час наверное продержится хороший блеск очень понравился так следующее что покажу чем я еще не воспользовалась уходовое средство черный жемчуг скраб для тела это идет он с кофеином пока не пробовала но аромат мне очень понравился запах кофе не очень люблю но он такой как и какао ой как раз и покажу его консистенцию такую пока не пользовалась сам такой как какао выглядит скрабинки мелкие такие очень цепкие скрабиночки мне уже вот сейчас они понравились маслянистая текстура в общем то неплохой скраб буду им пользоваться пока еще не успела потому что у меня сейчас я свой скраб другой дотрачивают фаберлик когда его дотрачу тогда уже перейду и к этому так и последнее что я приобрела это тени для век марки вот такой вот виктория шу там была только одна палетка на выбор в магазине мне понравились здесь все цвета розовый сиреневый фиолетовый но в основном я брала из-за темно-фиолетового вот это вот так это у нас значит так она с красным кем там внутри красивая упаковка оттенок 221 love story может быть лимитка даже какая-то у них вот так вот выглядят оттенки очень красивый аппликатор тут самый обычный черный идет такой стандартный и сами оттенки я вам покажу сейчас мне в магазине подарили тестер вот на нем я как раз и покажу вот тестер этих теней чуть-чуть какие-то там буквально полутона не совпадает они друг с другом но в принципе смысл такой же буду я также тестером пользоваться сначала наверное такой мерцающий красивый сиреневый оттеночек сейчас нанесу вам все и покажу сразу все вместе фиолетовый ради которого я как раз и брала эту палетку стоит ли тени бюджетно очень 143 рубля правда пока не наносила их навека но в ближайшем будущем пробую их такой розовый немножко меловой здесь там нет палетки поэтому розовый белый такой с перламутром и последний стандартный темно-серый ближе к черному с блестками так сейчас покажу вам вот так выглядит swatch эту палетку очень красиво и на каждый день я думаю подойдет и на праздник какой-то на вечер вот буду пробовать все они вот здесь по крайней мере очень мягкие хорошо наносятся цвета мне понравились вот такие мои были покупки в этот раз я всеми покупками довольна правда скраб пока не попробовал но в дальнейшем планирую тоже попробовать думаю что он мне тоже понравится потому что судя по тому какие скрабинки там он будет неплохо очищать кожу на самом деле у такие у меня были покупки октября месяца вроде бы больше никаких пока не планируется но если что-то будет я сниму еще конечно видео всем спасибо за внимание до новых встреч и до свидания